Доброго дня! С вами Ольга Спиридонова, травница, провизор и на канале про цветок. Сегодня мы поговорим про такую удивительную и животрепещущую, наверное, для всех женщин тему, как волосы. Роскошные наши с вами волосы. Как великолепное растительное цветочное покрытие земли является ее, да, такими украшающими волосами, так и у нас на голове то, что нас украшает. Но, к сожалению, не всегда мы довольны тем, что какая у нас прическа, какая густота волос, хотелось бы лучше, гуще, длиннее, а этому мешает. Что этому мешает? Почему мы не можем иметь шевелюру своей мечты? Сегодня я вам об этом расскажу. Как сказал один из великих целителей древности, здоровье – это не дешевая вещь. И это верно для того, чтобы человеку быть здоровым, красивым, гармоничным. Над здоровьем надо трудиться, правильно питаться, вовремя ложиться спать, тренироваться, двигаться, не есть неполезной пищи, не иметь вредных привычек. Все это в полной мере касается и наших с вами волос. Перефразируя этого целителя, можно сказать, что роскошные волосы – это не дешевая вещь. Так же, как мы на своих любимых дачах, на своих любимых клумбах удобряем, ухаживаем за растениями, убираем какие-то сырники, поливаем, подкармливаем, точно так же необходимо ухаживать и за волосами. Я достаточно долго изучала этот вопрос. Я в своей жизни три раза теряла волосы. И каждый раз я их восстанавливала травмами и нехитрыми правилами, которые я собрала в такой интересный гайд «Правила роскошных волос». Гайд можно посмотреть на страничке фитошколы Дивея в Инстаграме, а про правила я расскажу вам сегодня. Итак, что необходимо, чтобы волосы нас радовали, чтобы они были густыми, чтобы они были длинными, откормленными, блестящими и хорошо выглядели. Прежде всего, необходимо их кормить и за ними ухаживать. Каким образом? Очень на пользу нашим волосам идет, когда мы вовремя ложимся спать до 10 часов. Крайний срок до половины 11 вечера. Почему? Дело в том, что с 10 вечера до 2 часов ночи работает наша железа, которая отвечает за оздоровление, обновление и омоложение организма. Если мы в это время спим. Если мы не спим, то вся энергия этой железы идет на внешнюю деятельность. А вот если мы спим, она помогает удалять отмерзшие клетки, питать волосяные луковицы и нести все эти питательные вещества, кислород к коже головы, который, собственно говоря, и является крепежом наших волос. Поэтому спать надо ложиться вовремя. Надо ложиться спать в проветренной комнате. Это тоже важно. Потому что кислород, который подходит к волосяным луковицам, тоже питает их и тоже помогает крепко держаться в них волосам. Очень важно питание человека. Что такое волосы? По сути, это белковый орган, поэтому органелла. Поэтому нам необходимо правильно питаться. Жирные сорта рыбы, белок растительный, если вы на вегетарианском питании, орехи, кедровые, кешью, молочно-кислые продукты, особенно хороши йогурты домашние, самозаквашенные, творог, сыр отлично помогает. Зелень, особенно шпинат хорошо помогает росту волос. Фрукты, овощи, которые содержат достаточно большое количество витаминов, все это должно быть в нашем рационе. Обратите внимание, если женщина худеет больше, чем на 10%, у нее начинается массовое выпадение волос. Если женщина болеет, последние 3 года мы все, наверное, болели очень много и вирусными заболеваниями, и простудными, и мы обращали внимание, пройдет какой-то штамм новый, ой, посыпались волосы, попили антибиотики, ой, посыпались волосы. Почему? Потому что это интоксикация организма. Что нам делать? Ухаживать за волосами. Как мы ухаживаем за растениями, когда на них нападает какая-то ржавчина, табачная мозаика, еще что-то. Точно так же необходимо ухаживать за растениями. Приболели они, мы свои волоски подкормим, приведем в порядок, вырастим. И самое главное, что нам в этом поможет, это, конечно, травы. Каким образом травами можно ухаживать за волосами? Вот как бы я всю жизнь мою голову, ну не всю жизнь, наверное, последние лет 20-25, я мою голову только травами. И у меня волосы где-то вот до поясницы, несмотря на уже хорошо 50 плюс возраст. Почему? Потому что какое-то время я поняла, что наши прабабушки, которые имели толстые косы блестящие и не имели никаких фирменных шампуней и кондиционеров, наверное, в чем-то были правы. Что мы можем сделать при помощи трав? И каких? Прежде всего мы смотрим, какие у нас волосы. У кого-то волосы нежные, тонкие, пушистые, светлые. У кого-то волосы жирные, грубые, тяжелые. У кого-то волосы вьющиеся, жесткие. Соответственно, подбираем травы. Если волосы тоненькие, светлые, подбираем ромашечку, подбираем шалфей, подбираем листочек смородины, чабрец. Если волосы тяжелые, жирные, берем травы, которые содержат дубильные вещества. Кору дуба, лист березы, тот же шалфей. Можно полыльни немножко взять. Что мы делаем? Мы завариваем крепкий отвар трав. И дальше на что хватает вашего времени, желания и фантазии. Можно в целом из этого травяного отвара сделать масочку, шампунь для волос. Добавить туда желток, добавить туда ложечку коньяка или настойки, например, прополис или календулы. Можно добавить туда ложечку меда, алоэ. И размешать все это с ржаной мукой. Можно чуть-чуть добавить льняной муки. До состояния полужидкой сметанки. Потом мы всю эту массу втираем в кожу головы, наносим на волосы до самого корня. Одеваем колпачок утепляющий и ходим полчаса-час с этим совсем на голове. Потом наклоняемся над ванной и аккуратно вымываем и вычесываем всю эту красоту из головы. Все. Волосы наши блестящие, пушистые, живые. Больше ничего не надо. Если волосы сухие, в эту масочку можно добавить чайную ложечку масла репейного, облепихого, масла усьма. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Если вы хотите, чтобы волосы блестели чуть получше, в качестве кондиционера можно сполоснуть тем же отваром трав, разведенным водой, с капелькой какой-нибудь кислоты. Это может быть ложечка сока лимона, это может быть ложечка чайного гриба или яблочного уксуса. Что у вас есть под руками? Если с волосами совсем беда, и они выпадают вплоть до облысения, до залысин, что можно сделать? Можно сделать бальзам. Очень старинный бальзам, славянский. Его рецептура мной найдена в достаточно старых книгах. И он работает. Несколько лет я его делаю. Девочки, даже кто с пляшивостью гнездной приходил, говорят, волосы начинают расти. Что для этого необходимо? Для этого необходимо корень лопуха, корень зверобоя, листочки поддорожника, листочки мелиссы, цветочки василька, ромашки, мед и домашнее красное вино. Крепкое. Мы берем 2 столовых ложки корня лопуха, по столовой ложке ромашки, поддорожника и мелиссы. И заливаем стаканом красного крепкого вина. И сутки даем настояться. Потом мы добавляем ложку меда, хорошего меда, и ложку цветочков василька. И доводим до кипения. На очень-очень маленьком огонечке 5-7 минут кипятим. После того, как это все докипело, докипело, выключаем и добавляем столовую ложку корней зверобоя измельченных. И даем остыть. Как только все это остывает, мы процеживаем, и у нас получается великолепный бальзам, который помогает отрастить шевелюру даже на относительно лысой голове. Как им пользоваться? Мы втираем его в кожу головы через день на 30-40 минут, после чего смываем без мыла и шампуня. Если необходимо, утром можно будет голову вымыть шампунем. И так в течение месяца. После чего рекомендуется волосы максимально коротко состричь, а если есть возможность, то избрить на лысо. Сейчас есть парики, шапки, так что ничего страшного в этом нет. Волосы будут расти, и через месяц у вас уже будет очень неплохой стильный ежик. Что важно, через полгода эту процедуру можно повторить. И желательно, чтобы через полгода вы попали на сезон росы. Нормальные росы, такой утренней на траве, на цветах, на вашей любимой даче. Почему? Потому что если совместно с применением вот этого вот бальзама вы будете втирать утреннюю росу, это ускорит рост волос, усилит их густоту, и тогда уже вы будете иметь точную шевелюру вашей мечты. Выбирайте сами, что сделать. Можно сделать легкую масочку, например, заварить ржаной мякиш, разумеется, идеально, если это будет мякиш домашнего хлеба. Развести его отваром череды, ромашечки, отжать и втереть в голову. После чего через полчасика смыть обычным шампунем. Вот такой легкий вариант. Хотите, можете сделать вот то, что я сказала, с мукой, с желточком, такой вот шампунь-маску. Если хотите отрастить косу своей мечты, то сделайте бальзам по старинному рецепту. Разумеется, все травы, все растительное сырье должно быть качественное, должно иметь цвет, аромат. То есть это не должна быть какая-то серая масса, непонятно как собрана и высушена. Тогда эффект будет великолепным. Если вы любите свою дачу, если вы любите свои волосы, если вы любите свое здоровье, прикладывайте к ним свою любовь, свой труд, свой талант, свое вдохновение. И они будут прекрасны. Все растения можно либо собрать где-то дикоросами, либо вырастить на своей даче. Семена на канале в магазине про цветок вполне доступны. Той же мелиссы, тех же сортов лопуха, василька. Сажайте, выращивайте, собирайте и будьте здоровы!